Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Температура воздуха ночью 1,3 ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололебится. В социальных сетях участились случаи сбора пожертвований. И часто такие сборы обманывают доверчивых граждан. Но кроме обмана кроется другая опасность. И об этом моему коллеге Руслану Каркмазову рассказала Ирина Пхешхова, оперуполномоченный Центра по противодействию терроризму МВД Карачаева Черкесии. Все обсуждали во время пандемии такую печальную историю. Одну бабушку из соседнего Невиномыска, которая отправила своей внученьке денежку на карточку. И теперь ее тягают за пособничество террористам-экстремистам. Скажите, пожалуйста, могут посадить такую бабушку за то, что она внучке помогла? Может, она вообще не знала, что девочка там куролесит? Вот как раз это и основной момент. То есть это та часть субъективной стороны преступления, которую необходимо установить в данном случае. Вот этот момент, знала она или нет, это основной вопрос, который нам нужно решить. Если она знала и целенаправленно отправляла... Ирина, простите, я же могу сказать, что ничего не знал. Ну, опять-таки, включается весь механизм. Да, будем уже проводить иные мероприятия, не только опрос. Безусловно, помимо опроса человека проводится весь комплекс мероприятий. Вот теперь скажите, пожалуйста, очень часто сборы осуществляются в интернете на благотворительность. Вот тоже явный пример был в соседней Адыгеи. Там собирали денежку на лечение больного ребенка. Собрали более 10 миллионов рублей. Потом выяснилось, что этого ребенка нет. А на самом деле деньги уходили в Аль-Каиду. И теперь всех этих людей, кто... 10 миллионов – это огромная цифра для Адыгеи. Теперь тягают в правоохранительные органы и спрашивают, был зловый умысл или нет. Чтобы вот на такое не попасть. Если даже вы меня не осудите, ну, как-то неприятно к вам приходить. И все-таки потом мало ли как это на биографии отразится. И второе, допустим, вот какие-нибудь там люди в Африке голодают, угнетаются. Давайте им тоже гуманитарную помощь отправим, на какую-то там карточку отправлять деньги. Насколько это опасно? Как не попасться на удочку, когда тебя могут привлечь? Уже не за экстремистские высказывания про коронавирус или терроризм или про политику, а просто потому что ты деньги, даже рубль отправил. Вообще тема достаточно интересная сама по себе. Здесь опять-таки всегда ключевой момент – это умысел человека. То есть, безусловно, люди жалуются, говорят, вот нас пригласили, допустим, на опрос. Им это, скажем так, неприятная процедура опроса. Но здесь этого бояться не стоит. Почему? Потому что это устанавливается не для того, чтобы конкретное лицо привлечь, которое 100 рублей положил, а для того, чтобы всю схему преступную выяснить. И нужно немного потерпеть, даже если этого очень не хочется. Здесь как раз нужно содействие со стороны граждан, которые попали в такую ситуацию. Другое дело, что людям нужно быть осторожнее, когда они какие-то деньги отправляют на те же, опять-таки, колодцы в Африке. Вот наш уважаемый заместитель начальника, вы его знаете прекрасно, Базалиев Марат, который очень точную формулировку и фразу высказал о том, что если вы хотите помочь человеку, просто оглянитесь, посмотрите. Очень много людей, которые в этом нуждаются. Протяните эти 100 рублей тому, кого вы видите сегодня. И, возможно, вы увидите его благодарность, вы увидите ответную реакцию. И это будет большей помощью, нежели то, что вы направляете в колодцы на абсолютно сомнительные какие-то мероприятия. Очень много людей от этого пострадало. Опять-таки, пострадало в том смысле, что их, безусловно, не привлекут к ответственности, если у них не было умысла. Но в гости к вам пригласят. А скажите, пожалуйста, как надолго и как часто к вам в гости приглашают по такому факту, чтобы люди поняли, сколько времени они могут убить, просто потому что кому-то непонятно помогли. Вы имеете в виду один человек? Да, вот один человек. Вот я отправил в Африку какие-нибудь там деньги. Вот сколько раз вы меня и на какое время будете тягать? Ну, во-первых, зависит от полноты той информации, которую человек дает в рамках первого опроса, скажем так. Если человек все, что знает, все, что может сказать, он говорит, и его ответ полный, достаточный, потом не выясняются какие-то обстоятельства дополнительные, то, может быть, больше его и не пригласят. За час, за два управитесь. Ну, в принципе, да, пока все это не выяснится. Другое дело, если он о чем-то умолчал, то, возможно, его пригласят повторно и опять-таки начнут опрашивать. Чтобы опять-таки выяснить какие-то обстоятельства для полноты картины. Спасибо вам большое. Значит, деньги никуда не отправлять. Помоги ближнему соседу. Да, желательно так. Спасибо большое, Ирина. Приятного дня. Спасибо вам. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Базинской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра.